Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Рекламно-информационная программа. Культпоход. Ну куда же мы и вы, наши слушатели, без культпохода в пятницу, в полдень? Здравствуйте, Николай Голиков. Здравствуйте еще раз. И Владимир Сметалин. Да, приветствуем вас. 211-101, сразу же напоминаю номер нашего телефона. Чуть позже начнется викторина, и гости, ведущие, приготовили вопросы для вас. Ну а в качестве призов вы можете получить и книги, и билеты в театры, и в кино. И на выставке. И на выставке всевозможный полный список того, что мы сегодня будем разыгрывать. Мы озвучим чуть позже, но в первую очередь хотим представить наших гостей. Сегодня у нас музыкальный культпоход. И, во-первых, у нас с нами в очередной раз, за что спасибо ему большое, Николай Донецкий. Музыкант-гитарист, руководитель коллектива «Эль Танго». Добрый день, друзья. Добрый день, Николай. Здравствуйте всем. Ну, собственно, Николай уже гитару-то в руках и держит, и у нас сейчас скоро будет музыкальная композиция. Ты очень представь себе Николая, да без гитары. Да. А сегодня мы будем слушать вокал руководителя народного ансамбля «Хлыновские бояре». Замечательное название. Марина Машкина. Да, это Марина Машкина. Марина, добрый день. Добрый день, здравствуйте. И сразу же с днём рождения хотим поздравить. Спасибо. Хорошего творческих успехов, красоты, здоровья, счастья. Надо признаться, что Николай уже преподнёс букет цветов, а мы вот как-то без подарков. Мы словами, как всегда, словами, зато искренне. Мы не будем изменять в нашей традиции, раз уж у нас в студии музыканты, то мы начинаем, естественно, с произведения некоего. Давайте, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал. 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 Спасибо, Николай Донецкий и Марина Машкина у нас в гостях. Естественно, Культ Поход — это рассказ о ближайших культурных мероприятиях. О вашей музыкальной жизни мы сегодня хотим поговорить, пригласить слушателей на те концерты, которые будут в ближайшее время. Давайте, Николай, поговорим об этом. Ну что ж, в очередной раз очень приятно быть в эфире у вас в гостях. Спасибо. У нас сейчас с группой «Эльтанго» маленький-маленький такой отпуск. Мы все в разных местах находимся. Кто-то грызет гранит науки в Москве, кто-то отдыхает в далеких странах. Вот, поэтому завтра мы выступим в книжном клубе «12», в таком немного усеченном составе. У нас не будет Артема, но зато с нами будет прекрасная Марина Машкина. Артем Паникаруский, мы имеем в виду. Да-да-да, конечно. Клавиши группы. Да, но зато будет Марина, и мы исполним очень много разной совершенно музыки и нашей отечественной, русской музыки, необычной музыки. В основном отечественной. Да, в основном отечественной. Например? Например, русская народная песня «Ой, заплакали глаза мои». Мы, кстати, ее тоже сегодня исполнили. Например, песня «Анжелики Варум». Ну, естественно, не «Зимняя вишня», а вещи блюзовые. Не ля-ля-фа, то есть, да? И даже не ля-ля-фа. Господи, а я хотел вас послушать, а ля-ля-фа не будет, да? Нет. Ну так что? Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. Ну ладно. Нет, безусловно, мы юродствуем. Да, мы просто... Да. Марии Юрьевны Варум. Да? Ну ладно. Также у нас сегодня и завтра будет в ресторане «Гауди» замечательные два концерта. К нам приехал наш друг, замечательный скосфонист, который сейчас работает в нескольких очень известных коллективах. В коллективе Марковича и в коллективе Юлии Коган, которая была известна, как вы помните, по группе «Ленинград». Его зовут Дмитрий Каратовских, и сегодня он выступит с квартетом, который мы придумали такое название «Санкт-Петербург. Вятка джаз-квартет». В составе будут музыканты «Эль-танго». Это Максим Куклин и Костя Захлестин, а также Дмитрий Каратовских из Санкт-Петербурга и замечательный джазовый бионист «Человек мира» Дмитрий Лукьянов. В данный момент да, и поэтому мы пытаемся использовать все возможности, как собрать лучших музыкантов нашего города и, собственно, страны вместе. Сегодня будет «Санкт-Петербург. Вятка джаз-квартет», а завтра вечером, сразу после концерта «Эль-танго», будет «Фанки-найт-шоу» в ресторане «Гауди». То есть там будут выступать, все начнется с выступления Даши Мальцевой, известной нашей кировской певицы и пианистки, потом, собственно, «Фанки-найт-шоу». Это Дмитрий Каратовский и Дмитрий Крюковских, и, опять же, ритм-группа «Эль-танго» и участники также одновременно коллективов «Соллфуд». И все закончится небольшим диджей-сетом в стиле фанк, world music и так далее и тому подобное. В общем, будет очень интересно. То есть две ночи в Гауди. Буквально-буквально всю ночь, получается. Ну, допоздна, в общем. Как правило, в Америке говорят «тунайт», «сегодня ночью». Но на самом деле это вечерние, так скажем, поздние вечерние концерты. В вечеринке такого формата пользуются популярностью? Какая публика приходит на них? Молодежь? Если с джазовыми концертами, например, которые будут сегодня, там, в общем, более или менее все понятно, то, что публика совершенно разная, начиная от студентов до людей очень преклонного возраста, то с «Фанки Найт Шоу» мы, на самом деле, проводим подобные мероприятия в первый раз. То есть это для нас такая проба пера, когда совмещаются не просто разные музыканты, но когда еще появляется пре-пати, собственно, пати, авто-пати небольшой. То есть это все ужат во времени. Я думаю, что до часу ночи мы будем там веселиться, посмотрим, кто придет. Я думаю, что тоже будет публика очень разная. Я думаю, тоже разная, потому что даже по составу такому, по музыкальному составу, по сет-листу очень разная все. Марина, вам ближе какая музыка? Напомните. Вы знаете, ближе мне, наверное, народная музыка только потому, что у меня родители музыканты-фольклористы. Какими инструментами владеют? Ну, папа, скажем так, мультиинструменталист. Опять же, народные инструменты, да? В том числе народные инструменты. Да, да. А мама, в общем-то, теоретик фольклора. Она заканчивала Гнесинку и создала известный в городе коллектив народный «Хлыновские бояре». Но так сложилась судьба, что я, в общем-то, в свое время познакомилась с Колей, и мы занимались музыкой джазовой, поэтому сказать, что я далека от джазовой музыки не могу. Она мне тоже очень близка и дорога. А сейчас по роду деятельности профессиональной я занимаюсь эстрадной музыкой, отечественной эстрадной музыкой. Поэтому я как бы не вижу противоречий им, честно говоря. Ну, не в ресурсах. Их на самом деле нет, да? То есть музыка, она ведь как бывает. Либо хорошая? Да, скорее всего. Либо скучная, да? Да. А хорошая бывает и джазовая, и народная. И советская странная, скажем так, русская странная. А русская народная музыка, те же самые песни всем известные, попытки облюзить их. Есть? Есть уже? Даже не столько облюзить, сколько обжазить, да, обжазить. Ну, на самом деле, я уже довольно долгое время, вот Марина не даст соврать, она мне пару-тройку лет назад скинула замечательный, исключительно хороший материал, этнический русская народная музыка. И я пытаюсь найти какую-то середину между, как это сказать-то? Ну, очень важно не испортить просто. Это такой материал, который очень легко испортить. А пошлить, так скажем, всеми современными какими-то ритмами. Не знаю, надо найти какую-то золотую середину между вот этой современной составляющей и народной составляющей. Ну, вот для тех, кто интересуется этим вопросом, можно послушать группу Звента Свинтана. Да, потрясающе. Погуглить. Вот это образец вообще суперпрофессионального подхода к фольклору, к его соединению и аранжировке в стиле современной музыки. И с джазом, и роками, и фанком, и эйс-джазом. Там, да, очень круто. Слушайте, а у нас ведь в Кирове, в нашем городе, по-моему, были группы, которые брали этот народный материал и как-то его обрабатывали, в том числе рок-н-ролл. Да, они и были, и есть, да и, в принципе, многие. Коллектив Святки у нас был. Он есть вообще? Ой, сейчас уже сложно сказать. Было много лет назад, конечно, когда они выступали. Хорошо, продолжим разговор после небольшой паузы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ Поход Продолжаем нашу беседу. Николай Донецкий, музыкант-гитарец, руководитель коллектива «Эльтанго». Марина Машкина, руководитель Наронного отца Малихлыновские бояре. Но сегодня Николай и Марина представляют свой дуэт, свой дуэт, который, еще раз напомним, будет завтра представлять свое творчество. В книжном клубе «12» во сколько? В 19.00 вообще мы представляем всегда группу «Эльтанго». Потому что Марина очень долгое время являлась главной солисткой, голосом группы «Эльтанго». Ну и сейчас мы частенько сотрудничаем. Вот не так часто, как хотелось бы, но я думаю, все впереди. Да, позвольте нам уделить с Николаем внимания тем призам, которые мы сегодня разыгрываем. Давайте озвучим и будем уже задавать вопросы нашим слушателям. Ну-ка, да, наверное, начнем с драматического театра. У нас есть предложение сходить, посетить. Нет, он просто у нас в списке первый. Да, первый. Да, у нас всегда он есть. Мы можем список озвучить задуманный период. В данном случае билеты на две персоны, как всегда, 28 мая, в 17.00, в 18.25 запрещенный роман, все еще идет премьерные показы, 16 плюс ограничение возрастное. Либо вы можете сегодня выбрать билеты в театр на Спасской, 30 мая, спектакль премьера «Неуместная красота», начало в половине седьмого вечера, возрастное ограничение 14 плюс. А также билет на любой фильм и сеанс в кинотеатре Киномакс на две персоны. Выбирайте уже сами и с возрастным ограничением определяйтесь тоже состоятельным. По книгам давайте пройдемся. Книги от магазина «Читай город». Павел Басинский, Лев Толстой, свободный человек. Очень симпатичный Лев Толстой на обложке. Интересная жизнь описания Льва Николаевича, очень полезная и глубокая книга для широких читательских кругов, 16 плюс. Не менее, мне кажется, полезная книга. Это «Ябимаркс Билл. Быстрое чтение за 10 дней». Понятно, что это книга-практикум по освоению эффективного скоростного метода. В два раза вы можете увеличить скорость чтения и понимание заодно. Еще одна книга «Человек находит друг» авторства Конрада Лоренса. Это знаменитая книга известного австралийского натуралиста, зоолога и зоопсихолога о собаках. И собаках, а собаках, а собаках, в общем-то. Но слово «кошки» там тоже упоминается несколько раз. Да, эти и другие книги вы можете купить в магазине «Читай город». Адрес Пребраженской, улица 65, торговый центр «Театро», либо Ленина 103А, торговый центр «Крым». Ну и, как всегда, у нас есть пригласительные билеты в галерею «Прогресса». Это выставка «Совершенно веселое и радостное общество потребления и планета Земля». А также выставка «Краски в Средиземном море». И там, и там возрастное ограничение 6+. Ну и, конечно же, музыканты тоже не с пустыми руками. Николай, от вас что мы сегодня можем разыграть? Мы можем разыграть билеты на два вечера в ресторан «Гауди». Сегодня это Санкт-Петербург, «Вятка», «Джаз-квартет». Упомянуты уже нами. Да-да-да, а завтра «Фанки Найт Шоу». Друзья, мы ждем вас. Отлично. И первый вопрос сразу же давайте. Ну, хорошо. Хорошо, Николай. Давайте тогда с меня, да. Это очень простой вопрос. А сколько же музыкантов исполняло первую композицию в сегодняшнем эфире? Вообще, сколько музыкантов сейчас находится в студии? Ага. 211-101. Немножко такой запутанный, да? Да. Вопрос. Нет, давайте все-таки, Николай, так вот. Сколько музыкантов исполняло эту композицию? Да. Да. Да, все. То есть вы слышали ее прекрасно, вам только остается сказать, сколько было исполняющих. А то нам с Николаем тоже хочется назвать музыкантами, да. У нас есть на это основание? Да, есть. Ну, ладно. Сколько музыкантов исполняло эту композицию? Ну, а сейчас, я думаю, мы сделаем еще небольшую музыкальную паузу, да? Или есть звонок у нас все-таки? Нету? Привет. Хорошо, давайте раздумывайте. 211-101, но долго голову не ломайте. Звоните, мы разберемся. Не отпустим вас без приза. Итак, еще одна композиция от Николая Донецкого и Марины Машкиной. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Немножко неправильный Он в принципе правильный По идее, это должны были исполнять 4 человека Но обошлись вдвоем Поменьше Хотя человек же правильно угадал Количество звучащих инструментов Случали 2 гитары, джекер и голос Женский причем А он знает, что Николай Донецкий не женщина Он правильно почитал Я сегодня один играю за нескольких музыкантов У меня есть такая специальная штуковина Лупер Который делает лупы, узелки Узелок за кольцом развяжется Узелок завяжется И за бас-гитару, и за аккомпанемент И за солиста И за перфюсию Свежераспакованный В общем, Михаил, не будем вас томить Выбирайте приз Я же не угадал Четыре инструмента звучало Правильно сказали? Да Ну мы с музыкантов на инструменты перешли Просто Что выбираете? Тогда билеты в Киномакс Киномакс, хорошо Билеты в Киномакс, они ваши Не кладите трубочку, вам объясняют Да, мы еще спеем задать один вопрос Или на рекламу все-таки сходим Давайте на рекламу И там уже поактивнее поиграем Программа предназначена для аудитории От 16 лет Культ поход Билеты в театр Билеты на выставки Книги Билеты на музыкальные мероприятия В Гауде Вот вкратце, если да, напомнить, что мы сегодня разыгрываем 211-101 Николай Донецкий, Марина Машкина У нас сегодня гости Культ похода И очередь Марине задавать как раз вопрос Нашим слушателям Внимание У меня очень простой вопрос Друзья, какой праздник вчера отмечал Весь цивилизованный мир? Есть варианты День полотенец День наволочек Или день чистых носков Чистых носков Полотенец, наволочек или чистых носков Если вы следите, собственно Заглядываете В календаре, где помечены вот эти даты Звоните 211-101 На прошлой неделе, помнится, был праздник русской печки Мы еще долго думали, как же его отмечать 19 мая, да, у меня как раз вопросы были связаны Великий вопрос был Он спросил, что такое хайло в русской печке Ну мы выяснили Выяснили, да Почему говорят, закрой хайло Итак, звонок Наволочки Чистые носки или Господи, забыл Полотенце Полотенце, да Да, я думаю, что это день полотенец Совершенно верно Бинго Как вас зовут? Да, спасибо Меня зовут Сергей Сергей, все, отлично Что вы убираете? Я выбираю в Гауди В Гауди, сегодня или завтра? На сегодня Кто бы сомневался? Джаз-квартет, Санкт-Петербург Ветка, джаз-квартет Отлично, не кладите трубку Пообщайтесь с нашей помощницей Оставьте свои координаты Николай, вопрос? У меня всегда немножко Из старого рок-н-ролла Я попрошу Дениса отключить Маленький фрагментик Композиции А вопрос будет Вот какой интересный Дело в том, что вообще Криденс Клевот и Ревайвл Были хедлайнерами На фестивале Вудстоке Но об этом мало кто знает Дело в том, что Ни в фильме Ни на четырехдисковом издании Их вообще нет Они не упомянуты Ни по какой причине Вот нет и нет В оппозиции были Хотя они были первыми Кто вообще заявился Из крупных групп На это мероприятие И прекрасно там выступили Сделали сет Вопрос такой Почему Они решили отказаться От того, чтобы их сняли в фильме И три варианта ответа Им не понравилось качество звука Им не понравилось качество света Картинки Или им не понравилось Качество аудитории Вот тот ответ Правильно на этот вопрос Получит на следующий приз Свет, звук или аудитория 211-101 Что не понравилось группе Криденс Клевота Ревайвл На Бустокском фестивале Звоните, не задумывайтесь Есть у нас еще призы И впереди у нас еще будет одна композиция Звоните, звоните Да? Конечно Не бойтесь Есть звонок Есть звонок Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Александр Александр Наверное, не понравилось Качество света Ну, в том числе, да Качество света Дело в том, что все три варианта Были правильные Вы правильно ответили На один из правильных Свет и звуки Аудитория была не архит Дело в том, что Их выпустили после группы Грейтфул Дэд Это было 3 часа ночи Света, то есть, не было совсем А публика вообще спала Мне очень нравится Как Джон рассказывает Мы, говорит, играя Уже две вещи отыграли И видим, что никто не живой Как в Дантовском Аду В лёжку 500 тысяч человек спят Идет вещи на четвертый Увидели вдалеке-вдалеке Зажигалку Кто-то чиркнул зажигалкой И сказали Джон, мы с вами играйте дальше Поэтому они отказались Так, кстати, от этого участия Потому что их было не видно Толком не слышно Да и, собственно, никто их там не видел Какой вы выбираете приз? Запрещенный роман Драма Запрещенный роман Драма, 22 мая в 17.00 Отлично, не кладите Труку вам объяснять Как забрать эти билеты Ну, а я, в свою очередь У меня не вопрос У меня творческое предложение Раз уж у нас сегодня музыкой Наполнен культпоход Я хочу предложить нашим слушателям Дозвониться Исполнить немножко композиции Которая связана каким-то образом Со школой Потому что у нас С этой недели Эта неделя последних звонков Вот такая мысль Мне пришла в голову Песенку про школу Песенку про школу 211-101 Вспомните свои школьные годы Как было замечательно Своих друзей Одноклассников Одноклассниц Ну, давайте 211-101 Ну, масса просто композиций Посвященных этой теме Как современных Таких уже проверенных Временем Николай, не подсказывай Николай, не подсказывай Николай, не взялся Что-то и вспомнили Николай, мы все равно Притеме нет Тему какую-то музыкальную Да, это рефлекс Школьная пара При всякой погоде Тоже не подсказывай Алло Здравствуйте Здрасте Как вас зовут? Светлана Ой, Светлана Она прекрасно поет Вы, да Вы не первый раз Кстати, уже, да Что-то исполняете Ну, давайте А я знаю много Какую, да Любую Любую Связанную со школой Со школой, конечно Хорошо, хорошо Даром преподаватели Время со мною тратили Даром со мною мучился Самый искусный маг Тра-та-та Да-да-да Я еще другие знаю Да, ладно Отлично Пристав все равно один Спасибо Спасибо, что порадовали нас своим исполнением Что хотите выбрать? Я выбираю книгу А какую? Человек находит друга Человек находит Человек собаки друг Человек находит книгу Назовем эту ситуацию так Книга уже ваша Позвоните вам Спасибо Как ее получить Вам спасибо Так, следующий вопрос, Николай Ну что, у меня, наверное, не очень простой будет вопрос Но вы все равно на него ответите Хотя бы встретите попытки, да? Одна африканская церковь Уже интересно Канонизировала Кстати, африканская православная церковь Африканская православная церковь Там в Эфиопии, да, очень много православных церквей Есть, действительно Канонизировала одного великого джазового музыканта Я, кстати, тоже не знал, что один из музыкантов Перечислен к лику святых На сегодняшний день, кстати, уже две церкви То есть можно поклоняться, собственно, его образу Совершать ритуалы Давайте Собственно, вопрос Как звали этого музыканта? И есть три варианта ответа Это Фрэнк Синатра Это Джон Калтрейн Или это Луи Армстронг Африканская, собственно Там уже звонят Мы еще спросить не успели Там уже звонят Вы в эфире, мы приветствуем вас Добрый день Добрый, как вас зовут? Меня зовут Наталья Наталья, тоже вы наша постоянная участница Мне кажется, что Луи Армстронг Я с первого раза подумала на него А почему вы так подумали? Можно спросить? На основании каких его признаков? Темнокожа То есть вы не представляете, чтобы африканская страна Светлокожа вот Джазмена канонизировал, да? Николай Почему-то сразу он в голову пришел Всегда до вариантов ответов Давайте мы вам дадим еще один Еще одну попытку Нет, к сожалению, это не Луи Армстронг Наталья Остались Фрэнк Синатра Дерон Калтрейн Да, может быть, Синатра Потому что второго я не знаю Так, смотрите Африканская страна Давайте будем считать, что мы сейчас не слышали Мы не слышали Синатра, вы просто там не в телефон говорили Куда-то своим У вас еще одна попытка Ну, не ошибитесь Ну, и так Кто-то, кого я не назвала Ага, то есть Джон Калтрейн Трудно произносимая фамилия Да, действительно Одна из африканских церквей Канонизировала Джона Калтрейна Собственно, за его Как многие считают За его альбом Лав Суприм Ага И это было Давно произошло вообще? Это было сразу же после смерти Джона Калтрейна Я сейчас как раз-таки Биографию решил посмотреть Я к своему стыду не понял Это уже сейчас называется Биография агиография Это случилось в июле 67-го года Он ушел Да, да, да То есть получается, что, 50 лет уже Как канонизировал А мы-то не знали Ух ты, ничего себе Вот, ну что, вернемся к нашей слушательнице Надо ей приставить Наталья, что вы выбираете? А, пожалуйста, театр есть? Да, театр на Спасской Есть 30-го мая Полседьмого вечера Спектакль-премьера Неуместная красота 30-го мая Да На следующей неделе Давайте Хорошо, Николай Гитровков Наша помощница объяснит Ну что, я думаю Мы будем завершать Культпоход композиций То есть Еще он не завершается Вопрос еще успеем задать Марина, нет вопросов? Марина, нет вопросов У меня, как всегда, про рок-н-роллу Парок-н-роллу ударим, хорошо Ну, давай тогда, Денис Еще фрагментик Это тоже композиция Криденс Она вот Первая композиция Криденс Которая прозвучала в Советском Союзе С виниловой пластинкой Но исполняет ее не эта группа А наша отечественная Вопрос очень простой Кто же ее поет-то? Поют ее самоцветы? Поют ее веселые ребята? Или Поют ее поющие гитары? Кто, собственно, принес нам музыку Криденс Впервые на виниле в СССР? Кстати, походу Оно у них называлось На перекрестке в русском варианте Ну, в принципе, почти точный перевод С английского 201-101 201-101 Вам надо угадать Были эти самоцветы Веселые ребята Или поющие гитары? Ну, из перечисленных коллективов Только самоцветы сейчас Продолжают свое какое-то существование Нет, или периодически собираются Они как-то Как зомби иногда просыпаются Есть, кстати, вариант ответа Деньги заканчиваются Интересно Да, надо снова скататься Ну, это обычно Здравствуйте Здравствуйте, меня зовут Светлана Я думаю, это поющая гитара Так Мы, опять же, этого не слышали У вас осталось два варианта ответа Самоцветы или веселые ребята? Ну, тогда веселые ребята Ну, тогда совершенно верно Конечно, веселые ребята Они очень любили веселые английские песни для нас петь Какой приз вы хотите получить за ваш правильный ответ? Я поняла, остались только книги, да? Нет, книги Билеты в Галерее Прогресса Билеты в Гауди На субботу, на вечер На завтра, да Нет, давайте книги Книги Ну, хорошо, выбирайте Лев Толстой, Свободный Человек Или Быстрое Чтение За 10 дней у нас сегодня остались Быстрое Чтение Быстрое Чтение Быстрый ответ, Быстрое Чтение Хорошо Все, понятно Итак, ну, не успеваем уже задать вопрос Все-таки хочется еще Волшебство музыки Прикоснулся, да Будем завершать сейчас композиции Николая Донецкого и Марины Машкиной Мы программа Культпоход Николай Голиков И Владимир Шмидтар Я не прощаюсь, кстати Вернусь в программе Союз Нерушимый Я сегодня уже не вернусь Ну и давайте финальную композицию Союз Нерушимый Ай-яй-яй-яй Раз-яй-яй-яй-яй Я не знаю О, по ком они Ой, шилаки Седа трудилась Подарила О, влюбилась Да, раз-яй-яй Подарила О, влюбилась Да Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Кисет вынет А на кисеете Ох, да мое имя Ай-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Да раз-яй-яй На кисеете Ох, мое имя Ой Ой Ай-яй-яй-яй-яй Ой, колечко мое Злоченое Отмела дружка Да дареное Ай-яй-яй-яй-яй-яй От милой дружкой, дарённой ей. А ой, как бы знала я, да за кем мне быть? С малых лет бы, ох, стала б любить. Ай-яй-яй, раз яй-яй-яй-яй. С малых лет бы, ох, стала б любить. Что-то, что-то, что-то. Ой. Ешо, Ешо. Ой, шаплакали до глазами мои. Я не знаю, о, поком они. Ай-яй-яй-яй-яй. Раз яй-яй-яй-яй. Я не знаю, о, поком они. КУЛТ ПАХВОТ.